Итак, процесс уже начался, уже 4 яйца отложено, самочка в процессе, сейчас ночь, полу второго, с 27, ой, 28, сейчас посмотрим, что получится. Мы будем самочку снимать в складки, разбирать складку будем, раскладывать в вермикулит, все это дело, и в инкубатор, и про инкубатор еще расскажем. Кто не знает, зачем это делается, сразу скажу, что мы никакие не живодеры, не отнимаем у самки ее детей, она вот такая несчастная, нет, ничего подобного. Значит, зачем мы забираем кладку? Во-первых, чтобы приблизить все-таки выход малышей к 100%, потому что в условиях инкубатора яйца инкубируются намного лучше, чем если бы мы их вот так оставили с ней. Потому что есть яйца, которые лежат внизу, там могут вообще детеныши инкубироваться хорошо, но при выходе они могут не смочь вылезти из-за того, что сверху другие яйца лежат. Бывает, что малыши снизу погибают даже, не могут выбраться. И чтобы этого избежать, мы кладку разберем и разложим все яйца по отдельности. Плюс самка, если ее оставить на яйцах, она не сможет питаться, потому что в процессе инкубации они не питаются, и, соответственно, самка похудеет, истощится, и для нее это будет тяжелое такое испытание физическое. Хоть мы и никогда не саживаем два раза в год этих полозов, хотя, в принципе, некоторые так делают, потому что они хорошо размножаются, но мы бережем самку, ее здоровье. Для нас это превыше всего, поэтому, конечно, она бы отъелась и после двух месяцев, но все-таки, чтобы ее здоровьем не рисковать, мы снимаем самку с кладки и не рискуем здоровьем детенышей, поэтому мы ее будем забирать. Итак, самка вроде как закончила кладку, насколько я могу видеть. Сейчас 10 часов вечера, это значит, что она откладывалась где-то порядка 20-21 часа. Все это длилось. Вот так вот долго это все, долгий процесс. Значит, сейчас мы самочку подвинем немножко в сторонку и возьмем кладку. Аккуратно, чтобы ее не стрессовать лишний раз. Вот так вот мы ее тревожить и сильно не будем, просто забрали яйца. И оставим ее в покое. Пусть отдыхает. Она очень долго, долго мучилась, рожала яйца. Ей было тяжело, так что мы ее беспокоить не будем, пусть отдыхает. Вот наша кладка. Сейчас мы разберем. Тут много яиц. Нижние были самыми первыми. Вот эти вот последние, это в середине где-то. Вот эти первые будут хорошо отсоединяться, потому что мы будем пытаться сохранить их положение. Хотя это все очень относительно. Кто-то вообще считает, что это миф. Сохранять положение для хорошей инкубации. Мы стараемся, как я говорила, все-таки примерно сохранять положение яиц. Но, конечно, когда вы разбираете кладку в первые сутки, это не так принципиально. Кто-то говорит, что надо зародышем вниз или вбок или вверх. Кстати говоря, я забыла, как это посоветовали. Ну, это такой тоже не принципиальный вопрос, если вы будете разбирать кладку сразу, да, в первые сутки. Вот, тогда аккуратненько расцепляем ее. Яйца мягкие у змей. И вообще у рептилии. Не как куриные. Поэтому они так вот немножко слепляются. Я, как всегда, сначала раскладываю очень широко все. Немножко углубляем вермикулит, где-то наполовину. Аккуратненько, нежными движениями. Пока разложу, потом всех сразу просвечу. Надо заметить, что яйца разные по размеру очень. Вот это вот вообще такое большое, да? Это вроде как маленькое. Но малыши обычно выходят примерно одинаковые. То есть, нет такой разницы, что из маленького яйца выйдет малыш, маленький какой-нибудь недоразвитый. Нет, такого нет. Просто обычно остается в большом яйце, потом в итоге больше жидкости. Так, мы сразу просвечиваем на свет яйца, чтобы посмотреть, оплодотворены они или нет. Так, сделаем с каждым яйцом. Вот видите, здесь видно по центру зародыши, от него идут сосудики. То есть, живой организм уже. Вот она. Такая сетка сосудов прикольная. Обычно, вот когда раскладываешь вот так вот, примерно так, как они лежали у самки, так в итоге получается, что сбоку зародыш. Вот он. Оп, я взяла вот так вот, да? То есть, у нее также лежали изначально. Вот, и мы так раскладываем. Обычно все это совпадает. Уже все проверили, все оплодотворенные яйца. Просто мне нужно немножко руки освободить. Чтобы они не соприкасались друг с другом, желательно. Потому что бывает, что в процессе инкубации испортится одно яйцо, чтобы они не соприкасались, чтобы с одного яйца испорченного не испортились остальные яйца. Хотя обычно все нормально проходит в этом плане. Вот и все. Все поместились. Сколько получилось? 16, ты говоришь, да? Да. Я даже не посчитала. Раз, два, три, четыре, пять, семь, пять, восемь, девять, десять, одиннадцать, девять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать. А в прошлом году было семнадцать. У нее есть семнадцать. Было, правда, оплодотворенные. А, одно испортилось в процессе инкубации, кстати, самое большое. Вот в этот попадаются, да, вот такие вот большие яйца, по сравнению с этим маленьким. Вот в прошлом году такое большое яйцо, оно испортилось в первый месяц инкубации. Даже, может, чуть пораньше что-то там не то было, видимо. Ну, тоже к вопросу о том, хорошо ли это, когда большие яйца или нет. Что лучше. Вот. Все, теперь принесли мы их в инкубатор. Сейчас расскажем вам немножко о нашем инкубаторе. Итак, сейчас мы принесли сюда нашу коробочку с яйцами в дверной клетке. А это инкубатор мы сделали сами. Вот. Леша у меня, мастер, сделал запасные дверцы. Вот так вот они будут открываться полностью. В чем плюс такого инкубатора, который с дверцами сбоку? Это то, что во всех самодельных инкубаторах обычно снимается крышка. А когда снимается крышка, сразу тепло выветривается, и получаются большие перепады температур. Поэтому эффективнее, вот в плане открыть-посмотреть, да, чтобы сохранялась температура, чтобы не было резких перепадов, это дверцы с боков. Вот такие вот шикарные дверцы мне сделал Леша. Здесь мы планировали полочки, да, сделать вот на этом уровне одну полку, и чуть повыше вторую. Но сейчас просто не хватило мотивации сделать, потому что нам нет нужды во второй полке. Поэтому просто Леша склеил мне такую вот подставочку. Внизу вода. Термопровод, термошнур на 15 Вт. Здесь температура, по-моему, 27, да, 27 градусов. Это во-первых, то, что нам нужно. Больше 28 для алкоголов, как хвостов не нужно. Вообще нельзя. Вот, поэтому сейчас на... А, и еще, да, верхняя крышка. Можешь показать сверху? Крышка под угломом находится, и здесь вентиляционное отверстие. Вот, уклон для того, чтобы конденсат, который образуется на верхней крышке, да, не капал в яйца, чтобы они не мокрые от этого. Конденсат будет скатываться вниз, вот сюда, в базовые стенки, и обратно в воду. Так. Ну, как и пройдет 2 месяца. Поверю к себе тюрьму, чтобы было видно. Вот он. Можешь снять здесь, как хорошо видно. По-моему, я еще б за перу встанет, где-то там для контроля. В всяких случаях. И все, выдеваем до месяца. По мере необходимости можно будет добавлять воды, но, в принципе, вода сильно испаряться не будет, потому что, хоть у нас есть вентиляция, да, вот, она небольшая, буквально сверленная. Диаметр там около 4 миллиметров отверстия, а спереди, спереди мелкая сетка. Ну, здесь видно. Очень мелкая сеточка. И получается, что тоже небольшая вентиляция. Большая она не нужна здесь, но некая вентиляция должна быть, поэтому я так планировала. Вот мы закрываем. Все, под замок. Вот такой вот инкубатор. Посмотрим, как он будет работать, но пока я его уже запомнила, как видите, там температура уже сделана. Пока меня все устраивает, мне нравится, как она работает. Посмотрим дальше, что там. Регулировать температуру я не доверяю никаким терморегуляторам, вот этим всем, которые летят у всех, и яйца свариваются в итоге. Это все очень обидно и прискорбно, очень жалко всегда. Поэтому я использую термошнур. Сейчас у меня термошнур на 15 Вт. Он, в принципе, не дает больше, там, 31-32 градусов, поэтому не может никаких случиться проблем. Регулировать температуру просто можно его чуть больше, чуть меньше. У меня сзади дырочка, Леша мне его сверлил для термошнура. Можно вытащить немножко, если будет слишком греть, да? Можно, наоборот, больше, чтобы давало более высокую температуру. Сейчас у нас полоза, поэтому высокой температуры здесь не нужно, максимум 28. Вот, меня все устраивает. В принципе, ну, большой, большой, он сколько, 45 на 45, но только что срез сзади верхней крышки. Он рассчитан на две полки, как я уже говорила. Ну, если будет необходимость там инкубировать яйца питонов, например, да, ковровых там, если будет, или сетчеты, там нужно будет выше температура, там можно будет уже положить провод, например, 25-ваттный, ну, тоже там ограниченное количество, не весь. Вот, и, соответственно, механическим способом регулируется температура. Но зато вам гарантирует, что у вас не будет никаких из-за поломки терморегулятора, раз там все сломается и полетит, перегреются яйца и вообще заживо сварятся. До новых встреч! Ждем два месяца!